Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Донье Кабе, ее молодом муже и ее доброй фее. Вчера на своем канале Донья Кабе провела трехчасовой прямой эфир. На этот прямой эфир Донья вышла в образе Золушки. «Да, — говорит Донья, — я теперь Золушка, и у меня есть своя добрая фея, потому что именно благодаря усилиям виртуальной доброй крестной под ником Мила жизнь моя, — говорит Донья, — стала улучшаться, стала налаживаться. Турка превратилась в дорогостоящую кофемашину. Пустая стена, в которую Донья пялилась, сидя за бусами, как если бы она отделяла чечевицу от гороха по указанию злой мачехи, снова тоже преобразится на фоне этой пустой стены. Скоро, совсем скоро заблестит новый большой телевизор. Безвылазная жизнь в четырех стенах превратилась в непрестанные путешествия и круизы. И это только начало. Короче говоря, престарелая Джульетта у нас на глазах превратилась в престарелую же, но Золушку. А ведь Золушка — это любимый фильм всех времен нашей Доньи. Она его смотрит каждый год и даже слушает в машине. Конечно, народ по-прежнему думает и гадает, кто же такая Милла, откуда она взялась, какое она отношение имеет к Донье КБ. Тут, правда, вышла Люда Флорида Ялта и заявила, что Милла существует, и мальчик существует. Но то, что они существуют в виде пользователей Ютуба, в виде ников, мы это понимаем, мы это видим. Они активные, они пишут, они присылают донаты. Вопрос состоит в том, кем они приходятся Донье КБ. Действительно ли это просто случайные зрители, которые решили помочь, или же они изначально как-то были связаны с Доньей КБ. В любом случае, на вчерашнем прямом эфире Донья КБ выглядела, конечно, смешно. Казалось, еще более комичной и инфантильной. И все это с подачи, к сожалению, Миллы. Если Милла действительно какой-то меценат, благодетель, который просто так появился на Ютубе, который наблюдал за Доней, жалился над нею и решил потратить на нее все свое состояние, то, конечно, Милла оказывает Донье медвежью услугу. Если все действительно так, как нам рассказывают, то есть Милла в Соединенных Штатах более 30 лет заработала, сколотила огромное состояние, теперь ей некому это состояние передать, потому что, я так понимаю, нет ни детей, ни плетей, нет ни ребенка, ни котенка. И вот появилась Донья КБ, которую можно удочерить, а в придачу, как бесплатное приложение, можно еще усыновить из Селимона, молодого мужа Доньи КБ. По крайней мере, вырисовывается именно такая картина. Тем не менее, с появления в жизни Доньи Миллы, если это Милла действительно женщина из Вирджинии, которая переехала из Баку, давайте поверим в эту историю. Если это действительно так, то я подумал, что именно с появлением Миллы жизнь Доньи может наладиться, благодаря тому, что Милла даст Донье КБ удочку, то есть поделится с Доней своим опытом 30-летним в Соединенных Штатах, расскажет Донье, как стать успешной, как она добилась успеха, как она сколотила состояние. В общем, короче, поставит Донью на путь истинный. Но не тут-то было. Милла решила развратить Донью деньгами, погнав ее на очередной круиз, вместо того, чтобы, например, послать ее на операцию. Ну, я понимаю, сейчас будут возмущения, Донью не берут на операцию, ей нужно сбросить несколько КГ, ну или, по крайней мере, заставить Донью начать выплачивать за квартиру. Но тут у Доньи тоже есть контраргумент. Не может она сейчас начать расплачиваться за квартиру. Нет у нее полной суммы. Деньги будут лежать мертвым грузом. О чем вы говорите? Нет. Вот приедет Селим, начнет работать, и они потихоньку начнут расплачиваться сродни. Короче, мы все, конечно, можем верить в существование виртуальной доброй феи. Однако я понимаю и тех, которые сомневаются в таком раскладе. Потому что, если внимательно смотреть прямые эфиры Доньи КБ, слушаться в то, что она говорит, показывает, получается слишком много, не то чтобы не стыковок, а наоборот много совпадений. Ну, например, если в первом акте висит ружье, то оно обязательно должно впоследствии выстрелить. Да? И что мы видели на вчерашнем прямом эфире? С самого начала Донья КБ говорит нам о том, что всю ночь не спала, до трех часов ночи рассматривала какие-то круизы, смотрела всевозможные видео, и все мечтала, мечтала о трансатлантическом маршруте. То есть взбираешься на судно в Соединенных Штатах, пересекаешь океан, выгружаешься в Европе, а может быть, прям до Турции круиз пойдет, выходишь в Стамбуле, берешь подмышку мальчонку, и уже с ним оттуда летишь в Баку. Проходит какое-то время, и бац, появляется Мила и присылает четыре тысячи долларов. Тут же престарелая крестная золушка хватается за голову и, изображая удивление и радость, восклицает. Все, я еду в трансатлантический круиз. Ну, или, например, другой момент, на который могли обратить внимание внимательные зрители. Опять же, на вчерашнем стриме, рассуждая о том, как ей улыбнулась фортуна, Донья стала рассказывать нам в подробностях, когда же наступил этот поворот в лучшую сторону. А началось все в конце прошлого года, в конце 2024 года. Уже где-то в октябре, в ноябре, Донья стала усердно молиться на ночь, взывала к Господу в ночи с просьбой позолотить ее, с просьбой улучшить ее финансовое положение в 2024 году. Донья устала перебиваться от зарплаты до зарплаты. Ей захотелось красивой жизни, дольчевита. И Господь внял мольбам Доньи. И после того, как она побывала на Тенерифе, в Турции, в Москве, и после того, как она вернулась из Москвы, ситуация ее резко улучшилась. Со слов самой Донни. И, естественно, приверженцы всяких там конспирологических теорий узрели в этих заявлениях Донни что-то неладное. Мол, как-то все это странно совпало с какими-то путешествиями, с какими-то поездками. И вдруг пошел золотой дождь, я бы сказал, даже ливень из долларов. И этот ливень не прекращается. Так думают приверженцы всяких теорий. А я верю в сказку. Я все-таки хочу верить в то, что там, по ту сторону экрана, сидит некая Мила. Возможно, даже в короне и с волшебной палочкой. Возможно, Мила нашла какие-то с Донней общие черты. Возможно, она тоже сидит где-то в четырех стенах и не может больше осуществлять все эти путешествия и поездки по миру. И она хочет посмотреть на свой родной город, на мир глазами Донни. И вот она ее виртуально и удочерила. Ну и в придачу взяла еще и мальчонку. Все в этой жизни. Возможно, я воспринимаю все так, как нам показывают. В конце концов, мы с вами смотрим шоу. Мы с вами смотрим сериал. Че нам еще надо, как говорится. Ну а теперь давайте перейдем все-таки к главной теме вчерашнего стрима на канале у Донни КБ. Куда же Донья вывезет своего молодого мужа? Вариантов было несколько. Причем молодому мужу тоже дали право слова. Чисто формально. Практически он никакого влияния ни на какой выбор не оказал. Потому что не знает он жизни. Не знает он мира. Он нигде не был. Донья очень опытная. Где она только не была. Поэтому вариантов было несколько. Из безвизовых стран. Селимон, конечно, предлагал Египет. Уже год он Донью долбит этим Египтом. Присылает все время ей какие-то буклетики, какие-то рекламы, какие-то ссылки. Но Донья напрочь отмела Египет. Донья помнит, что в свое время она побывала в Египте с Вильямом. Жили они в четверке. Ниже четверки Донья не спускается. То есть гостиница четырехзвездочная. Донья себя не на помойке нашла. Но даже в четверке Донья с Вильямом умудрились так отравиться, так отравиться, что весь отпуск они дристали, не сползая с унитаза. Их рвало. В общем, после этого Донья зареклась. Никакого больше Египта. Ни в коем случае. Обсуждали молодые и Мальдивы. Мальдивы, говорит Донья, неплохой вариант. Но это ж надо снимать отдельный домик на воде, на острове. А если жить в каком-нибудь четырехзвездочном отеле, на Мальдивах, то нафиг такие Мальдивы нужны? Должно быть все по высшему классу. Нужен отдельный домик для влюбленных. А это все-таки дороговато. Поэтому, скорее всего, нет. Мальдивы тоже отметаются. Затем молодой муж снова проявил инициативу и заговорил с Доней про Таиланд. Уж очень он захотел поехать в Таиланд и даже прислал Доне какую-то рекламу, которую он нашел в интернете. Донья без особого удовольствия на все это посмотрела и стала разъяснять мальчонке, что все не так, как в рекламе. Если ехать, то нужно опять же таки ехать на какой-нибудь очень экзотический маленький остров. Не Бангкок там какой-нибудь, не Паттайя это, Паттайя, а нужен прям отдельный райский уголок. А лететь туда довольно дорого из Турции, дороже, чем из Соединенных Штатов. А ведь нужен еще и хороший отель. Донья хочет пятизвездочный отель, чтобы все было включено. А еще ведь развлечения на целую неделю должны быть какие-то там в этом Таиланде. В общем, нет, дороговато и далековато. Без особого восторга Донья рассматривала Таиланд. Куба сразу отметается. Ну, во-первых, что там на этой Кубе Донья не видела, как говорится. Она там обшарила этот остров вдоль и поперек. Ну, а во-вторых, став кубинской беженкой, Донья утратила привилегию путешествовать на Кубу по американскому паспорту. Она же все-таки беженка. Она бежала от угнетающего ее кубинского режима диктаторского. Поэтому к ней будет очень много вопросов у американского правительства. Мол, что это ты снова зачастила на остров свободы? Тебя же там угнетали. Тебя же там уничижали. Что ты там забыла? И Донья поняла, что все. Это чревато на Кубу только теперь по российскому паспорту. То есть это надо выехать из Соединенных Штатов в какую-то третью страну, достать новый паспорт и въехать на Кубу уже по российскому паспорту. То это будет дороговато, конечно. Ну, раз Куба отметается, Селимон предложил Албанию. Какая такая Албания? Говорит Донья. Полезла смотреть на карте. Что это вообще? Где это? Где-то в районе Европы. Ну, вроде туда и виза нужна. Или не нужна. В общем, Донья совсем запуталась. Донью, кстати, спросили. Ну, почему Селим не попросит шенгенскую визу? Ну, туркам же многим дают. А почему Селимону не дают? То Донья начала долго оправдываться. Ему никогда не дадут. Селим уже звонил, наводил справки. Ему сказали, что будет сложно. Тем более, тогда был чистый паспорт. Тем более, вроде как ему поставили бан в Мексике. Он пытался переползти через мексиканскую границу. Эту тему Донья снова зачем-то подняла. Плюс, говорит Донья, он же не женат. Ой, говорит, но он вроде как женат, но жена у него где-то там. А турецкой жены с детьми у него нет. Собственности у него нет. В общем, ему не дадут визу. А вообще, говорит Донья, не дают ему визу еще и потому, что он ее не просит. Ну, некогда Селимону ходить по посольствам, по консульствам и подавать заявку на визу в ЕС, потому что он работяшка, он работает, он все время вкалывает, он заканчивает работу, все посольства уже закрыты. Он такой ответственный, он не может пропустить ни дня на работе. Вот сейчас он, например, заболел, говорит Донья. Он прям простыл, простудился, я ему говорю, ну, полежи ты дома, ну, не ходи ты на работу, ну, возмещу я тебе неустойку. Нет, говорит Селимон, я не могу так поступить, потому что мы скоро с тобой снова поедем в путешествие. Я целую неделю не буду работать, а кто ж работать-то будет? Поэтому нет, на ногах стойка, как стойкий оловянный солдатик, переносит простуду, он уходит на работу и звонит, и звонит Донья 24 часа в сутки для общения. Короче, куда же Донья вывезет своего мальчонку, проветрится? Повезет она его в Марокко. Мила одобрила этот выбор. Я, конечно, долго ждал, когда же она назовет город, я тоже Марокко, в принципе, люблю. Маракеш. Поедут они в Маракеш, да, там нет воды, там нет моря, но город действительно туристический. Я бы лично выбрал Агадир, он поменьше, но он все-таки расположен ближе туда, на юг, то есть там немножко теплее в феврале, как мне кажется, плюс, конечно же, океаны, все эти кафешки, рестораны, вдоль побережья, с видом на океан, довольно-таки романтический город, такой европеизированный довольно, очень много французских кафе, ресторанов, где подают незабываемые французские завтраки с круассанами, свежевыжатый сок, но, я так понимаю, молодые решили выбрать город побольше, где больше культуры, где театры, где выставки, где музеи, а не просто отдых у океана. Агадир – это все-таки более такой туристический город. Короче говоря, теперь Донни осталось выбрать отель. Донни настаивает на том, чтобы это был отель по высшему разряду, наверное, пять звезд, и, конечно же, этот отель должен быть all-inclusive. Все включено, причем не только завтрак, но и ужин, потому что Донни уж очень устал от этих ужимок своего молодого мужа. Каждый раз, когда нужно идти куда-то на ужин, выбирать ресторан, он начинает что-то там блеять, млеять, дорого, нет, пойду, не пойду, а ручку не отводит. Донни решила, хватит, возьмем отель, все включено, чтобы и завтрак, обед и ужин, чтобы уж пришли, ешь, что хочешь, и говорит, заодно посмотрю, как он ест, тоже он будет экономить, когда все включено, тоже будет ныть, или все-таки будет есть и поправиться, хочу посмотреть, на сколько килограммов он поправится на чужих харчах. В общем, короче говоря, Донни развлекается, у Донни все схвачено, Донни нам потом расскажет, что это за отель, похвалится, короче говоря. Это вот то, что касается предстоящей поездки уже через месяц. Еще месяц Донни там ни шатка, ни валка поработает, и снова умчится в путешествие. Буду, говорит Донни, путешествовать, буду брать выходные в школе, вы мне не указ, не указывайте мне на то, как жить. Это вот то, что касается предстоящей поездки, а потом уже Баку будет в апреле, об этом мы поговорим отдельно. Но мы забыли с вами обсудить кофеварку и телевизор. Донни выбрала все самое дорогое, все самое лучшее. Кофеварка за 1300 долларов, ну, включая налоги, там, пересылку и так далее. Самый лучший бренд Донни выбрала, швейцарский. Да, кофеварка после капремонта. Если бы она покупала совсем новую кофеварку от производителя, то, естественно, цена была бы другой. 2000 долларов. А тут после капремонта 1000 плюс налоги 1300. Получилась кофеварка и Донни не может дождаться, потому что эта кофеварка будет делать самый вкусный кофе, такой густой. Донни устала от жидкого этого кофе, ни души, ни сердцу. Донни хочет густой кофе с сахарком специально под эту кофеварку. Донни заказала прозрачные маленькие чашечки на персточке, чтобы мы тоже вместе с нею видели, как хорошо выглядит этот густой кофе в чашечке. Тот кофе, который она будет по утрам поглощать. Но это еще не все. Благодаря доброй фее у Донни скоро появится телевизор. Донни выбрала доставку люкс, чтобы привезли, установили и главное забрали коробку, чтобы эта коробка там под ногами нигде не валялась, все это включено в доставку люкс. Донни установит телевизор и Донни будет лежать на тахте и смотреть свои любимые сериалы. Все по высшему классу, никакой дешевки. Я на это, конечно, все смотрю и не понимаю, зачем в эту трухлявую, прогнившую квартирку покупать такую дорогую технику, такое дорогое оборудование. Причем, говорю я это не для того, чтобы обесценить потуги и заслуги бедной нашей Золушки и ее виртуальной доброй феи. Вовсе нет, но факт остается фактом. Полы продавлены, дверь хлюпкая, кондиционер тарахтит так, что содрогаются стены, в окнах щели. Причем неизвестно, кому эта квартирка принадлежит. Вроде как, пока еще не Донни эта квартирка принадлежит. Мало того, через эфир Доня нам рассказывает о том, что как только так сразу она руки в ноги и будет бежать из этого района, из этого Майами, из этой страны подальше в третью страну, чтобы забыть те ужасы, через которые ей пришлось пройти в Соединенных Штатах, с тем, чтобы поселиться в каком-нибудь другом месте. Нахрен ей не сдалась эта комьюнити 55+. В гробу она ее видела, она ее как в страшном сне представляет, даже не выходит за порог, чтобы лишний раз не сталкиваться там ни с кем. Короче говоря, Доня мечтает только об одном, как бы побыстрее смыться из этого райончика, из этой квартиры, все продать чертям и бежать, 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 сверкая тапками. Неужели Доня побежит вместе с телевизором и с этой кофеваркой? Зачем это все покупать? Если ты настроена на переезд и на то, чтобы из этой квартиры поскорее убраться, ты наоборот не должна инвестировать ни в какие дорогие вещи, а живи так, как если бы ты жила временно, потому что скоро тебе переезжать? Я так считаю. Зачем покупать в эту трухлявую квартиру такое дорогое, опять же таки, я повторяюсь, оборудование? А если наоборот ты уже воспринимаешь эту квартиру как свою, и она твоя, и твоя родная, это хорошо иметь стены и крышу над головой, это прекрасно, я только это одобряю, тогда, наверное, эти денежки нужно было бы, согласовав с доброй феей, естественно, ни в коем случае, никакой самодеятельности, согласовав с доброй феей, пустить эти деньги на ремонт, заменить хлюпкую дверь, залатать, в конце концов, эту дырку в полу, сколько бы родней вокруг этой дырки на карачиках не ползал, дырка как была, так и осталась, пригласить специалистов, залатать, в конце концов, эту дырку, поменять эти рамы, чтобы не продувало, чтобы не тарахтело, В общем, короче говоря, логики я не вижу. Но кто мы такие, чтобы осуждать, чтобы давать советы? У нас есть фея, у нас есть золушка. Вот пусть они и фиячат. Глядишь, куда-нибудь нашу золушку кривая выведет. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, пожалуйста, пишите, делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю ваши комментарии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайк. Мне очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.